Давайте начнём с самого начала. Вот смотрите, то есть два человека вместе соединяются, да? Как это соединение происходит? У нас внутри вот здесь есть зона, где содержится глубинная память человека. Там находятся все наши желания и поступки. Из этой зоны приходят события. Мы чувствуем тяжесть в груди иногда, чувствуем радость. То есть событие выходит отсюда. Даже реальное ощущение есть, что вот здесь вот как-то моя жизнь вот здесь протекает. Вот здесь есть вот эта вот глубинная память, там протекает моя жизнь. Вот здесь сердце. Мы сердцем как бы радуемся, сердцем печалимся. Вот здесь сердце, чувствуем эту эмоцию жизни своей. Когда люди видят друг друга, симпатия возникает. Не сексуальная симпатия, не половая, а симпатия родственная. Есть разные виды симпатий. Есть родственная симпатия, есть половая. Половая симпатия означает постель затащить и даже не надо спрашивать, как зовут. Понимаете, сексом позанимались, разошлись, как море кораблей. И в целом вот эта симпатия половая, она не является тем, на что надо вообще обращать внимание. Это просто возбуждение, которое проходит, и человек его сбывает. Надо терпеть это все, терпеть просто такую вот активность. Но если два человека не женаты, не замужем, то между ними возникает родственное чувство. Вот родственное чувство, оно не вызывает полового возбуждения. Ну, чуть-чуть, может, вызывает, но не сильно. В основном оно вызывает чувство, что этот человек очень похож на меня. Очень похоже. И в этом случае люди общаются сначала, должны общаться друг с другом, понять друг друга, оценить объем работы, принять этот объем работы, а потом уже дальше жениться. И люди раньше в древней культуре, они плакали, вот девушки плакали, когда замуж выходили, не потому что не любят, а потому что понимали, что надо крест свой нести по жизни, крест. Ну, то есть человекам надо путь соли съесть, понимаете? То есть они понимали, они были готовы на это. А мы на это вообще не готовы, мы хотим балдеть рядом с человеком. А если невозможно, значит, родственники тоже не против. Никто не против, разводимся. Ну, понимаете, то есть цена брака стала нулевой, очень низкой. То есть мы не ценим. Мы живем с мужем, мы живем с парнем в гражданском браке, у нас двое детей. Ну, то есть вы не считаете друг друга мужем и женой, а дети тогда кем вас считают? В Швейцарии, допустим, или в Швеции, я путаю. В Швеции, по-моему. Вообще решили, это классно, этот вопрос. Родитель номер один, родитель номер два. И дети тоже, как бы, пола нет. Просто подружки, дружки, дружки. Это уже вообще тупость, полная тупость культуры. Она приводит к обезличиванию. Нет женщин, нет мужчин, нет родителей. Есть просто дружки, подружки. Родитель номер один, родитель номер два. Нет мужа и жены. Это признак культурной тупости. Мы не должны приходить к такой культуре. Она приносит несчастье. Она приносит страдания. Итак, люди должны общаться сначала. Между их сердцами возникает связь. Причем интересно, что сначала Господь показывает результат, конечный результат того, что должно быть потом. Как вот поверить во что-то? Вера означает видение счастья. Если человек не видит будущего счастья, он не может поверить. Для того, чтобы эта вера сразу в отношениях возникла, для этого существует определенная милость, свыше которой приходит. Что когда я смотрю на девушку, то есть она мне нравится, мы с ней должны быть вместе, то в этом случае из нее исходит вот эта сила, ее благочестие, которое показывает мне, во-первых, путь нас жизненный вместе, какой мы пройдем этот путь. А во-вторых, эта сила благочестия показывает ее чистоту внутри. Что чистого в ней есть, чтобы ты до этого дошел когда-нибудь, чтобы это когда-нибудь ты увидел, служа ей. И точно так же она смотрит меня внутрь, и у меня изнутри выходит эта сила. Это называется вот эта влюбленность, понимаете? Влюбленность чистая и светлая, которая именно Богом соткана и создана. Такую влюбленность можно два раза в жизни почувствовать. Ну, имеется в виду двух случаев в жизни. От ребенка, когда рождается, мы видим в нем душу, видим чистоту души от ребенка. Чистота души также видится в человеке, который Богом высветился тебе, как твой родной человек. Это божественная энергия делает. Это не то, что я сам высветил. Некоторые говорят, я себе нашел близкого человека, Олег Геннадьевич. Это не ты нашел, это Бог тебе показал, высветил вот этого человека. Он показал его чистоту, и ты привлекся, и пошел, пошел, пошел с ним по жизни. В целом, как бы интуитивно люди это чувствуют, иногда в песнях полностью весь этот процесс отражается. Сейчас я вам эту песенку спою. Вот как это все происходит, вот как вот это все создается отношение, и как дальше, что происходит в сердце. Бывает, люди это четко чувствуют и отражают на бумаге в виде стиха. Первая любовь моя земная, утром мои глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И уже повеяло весною устлияния рек. Ты уже повеяло весною, тает первый снег в отношениях. Ты уже повеяло весною, тает первый снег. И как будто мостик переброшен, и как будто вдруг связан день и завтрашний, и прошлый встречей наших рук. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет в ней хороших очень много у моей судьбы. И видите, как бы так сердце чувствует, постепенно все рисует, рисует вот это то, что должно быть. Я уже старею, у меня склероз развивается в голове, поэтому как бы я забываю иногда там какие-то... А, первая любовь моя земная. Я тебя совсем еще не знаю, вижу первый раз. Видите, то есть сначала человек чувствует эту энергию счастья, потом он видит судьбу. Он чувствует, что соединяются две, в дорогу сливаются наши две судьбы. То есть были поотдельно, потом бац, слились, вместе пошли. Будет на этой дороге что? Дней хороших очень много у моей судьбы. Да? Это то, что показывает Господь. Это демоверсия, понимаете? Try and buy. Try означает медовый месяц. Ну, то есть сначала вот это счастье все идет. О, у меня теперь всю жизнь будет счастье. Нет, не всю жизнь. Сначала посмотри демоверсию, как должно все быть, а потом попробуй до этого достичь. Дайти до этого в своей жизни. И каждое утро человек должен вспоминать в своем сердце чистоту сердца близкого человека, которое он увидел в первый раз. Это то, что должно быть. А мы вспоминаем только боль, которую он нам приносит. Это означает, что мы не согласны с судьбой. Если мы боль чувствуем от близкого человека, думаем о его ошибках, недостатках в основном, то это означает, что мы не согласны с судьбой. Мы не хотим счастья в отношениях, мы хотим справедливости. Справедливости означает, хочу ничего не делать, хочу быть счастливым. Все, мне больше ничего не волнует. Лень души, лень души означает. Что такое карма семьи? Карма семьи – это объем работы. Видно сразу карму семьи, когда люди встречаются вместе. Ничего не видно. Будет дней хороших очень много. У моей судьбы вот что видно. Дорогу все слилось. Дней будет хороших очень много. Первая любовь – моя земная. Утро – мои глаз. Все. В глазах утро. И человек чувствует только счастье и все в этом во всем. Ничего больше не чувствует. Счастье и радость. Демо-версия. Try and buy. Не bye-bye, а вместе придется жить. Вместе. И Бог рассчитывает вообще-то на всю жизнь. Он, конечно, может потом еще кого-нибудь дать, если раскаешься в том, что было. Но и о том, что было, помни, не забывай. Надо помнить. Надо раскаяться, помнить, что вот так вот. У меня были трудности, я не справился. У меня были проблемы. Нужно раскаяться и жить дальше. Но Бог рассчитывает на всю жизнь. Он хочет, чтобы мы всю жизнь вместе были. Поэтому Он людей связывает веревкой. Вот мы хоть хотим уйти от близкого человека. Трудности же никому не надо. Все хотят балдеть. Уйти хотим, а не можем. Не уходиться. А для того, чтобы уйти, надо рубануть. Два способа, если рубануть. Первый способ. Просто жестоко, холодно так. И пошел. А второй способ похитрее. Не жестоко, не холодно. А найти себе кого-нибудь другого. И перетянуться. Знаете, как эта амеба, она перетекает. В дырочку залезу, и там уже в другом месте все. А здесь нету. В дырочку. Влюбился, влюбился, потихоньку перетекает. Все, нету. В этой семье нету. Маленькие амебчики с другой амебой остались без меня. Я перетек. Безболезненно для себя. Ну, понимаете, но болезнь-то осталась там, откуда ты перетек. Ее же никуда не денешь, они же страдают, эти люди. И ты за это будешь отвечать сто процентов. Бог потому что хотел, чтоб вы были вместе и вместе мучились. А ты мучиться не захотел, решил всех обмануть, да, перехитрить. Умный такой. Ну, кто умнее, я или Бог? Я или Бог? Я или Бог? Надо задавать себе этот вопрос. Кто умнее, я или Бог? Если Бог умнее, значит, Он знает, как сделать так, чтобы вместе с перетеканием, хитрым перетеканием от семьи, я получил также хитрое перетекание тяжелой кармы туда, в эту дырочку потом. Он знает, как это сделать, понимаете? Ну, что такое карма семьи? Нет, объем работы. Вот мы, когда обалдеем вместе, объем работы никакого не видно, потому что нам показывают результат. У нас вера во наши отношения в это время формируется. Она формируется во время свадьбы, когда люди дают клятвы друг другу, когда они чувствуют счастье от этой свадьбы, понимаете? Это все Богом дано, вот это счастье. Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала. И этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Понимаете, это много Бог дает сразу. Вот. Ну, потом все по-другому. Потом Бог сначала дает, как бы, это не карма, Он дает не карма, Он дает подарки, людям, подарки. Они вместе решили, вот подарки вам, столько подарков. Это не карма. Карма – это совсем другое. Когда два человека смотрят друг на друга. Глаза бы мои тебя не видели. Ну, это означает объем работы просто. Вот оценил объем работы. А работать-то не хочешь, хочешь забалдеть, понимаете? Вот в этом вся проблема. Это не то, что вот мои глаза бы тебя не видели. Это значит, что у тебя есть проблемы, которые мне не надо. Так я не решаю, мне надо это или не надо. Это Бог решает. Он тебе показал, вот показал, вот сердца соединятся, Он тебе показал. Вот смотри, это тот, это тот, кто с тобой будет жить. Бог показал. Потому что мы иногда потом думаем, блин, а может я себе не того выбрала? Да ты вообще ничего не выбирала. Это Бог тебе показал, Он вас соединил, все. Некоторые думают, что есть какие-то варианты. Варианты, конечно, есть. Но они запасные, понимаете? Запасные. Они там стоят запасные. Когда здесь ничего не получится, Бог даст пинка под зад тебе сначала. Помучает тебя, потом запасной вариант, похуже уже. Судьба потяжелее, в запасном варианте тяжелее судьба бывает всегда. Сначала кажется, что лучше вообще-то, а потом кажется, что тяжелее. Но так выбора нет никакого, понимаете? Потому что Бог соединяет людей. Между прочим, Бог соединяет нас сначала с этим телом. У меня тоже нет вариантов. Я не могу из одного тела перелететь в другое. Ну, тело мне нравится раз туда, в следующее. Вот. Точно так же, как он мне дает вот это тело, он также дает продолжение этого тела. Вы знаете, что такое продолжение моего тела? Продолжение моего тела – это моя жена, четыре сыночка и лапочка дочка. Это все продолжение моего тела, понимаете? Это все я. Только вот эти все люди, они мои домомучители, понимаете? То есть они как бы воплощают мою судьбу. Тело тоже, кстати, тоже воплощает судьбу. В нем бывают запоры, например. Все работало хорошо – бац! 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 Так действует судьба Вот попытайтесь это понять Мы же не говорим Олег Геннадьевич, меня не устраивают эти запоры Может мне развестись с ними вообще? Я не хочу с запорами жить Что за фигня такая? Я вообще-то без запоров как бы брал А теперь с запорами получается Ты брал такое, как тебе положено Вот там внутри есть три типа страданий Атхиатмика, Атхиботика и Атхидаевика Атхиботика означает, что получи и распишись вот эту вот красоту Твое тело Это Атхиботика То есть тело Вот страдания от тела Получи и распишись Атхиатмика означает страдания от Машеньки И детей И детей Пити, Васи, Кати Все, это вот тебе тоже как бы придатки Твоего тела Приданные Ответвления На тонком плане все едино Все соединяется с тобой Это все твое Здесь все мое И мы И мы отсюда родом Вот здесь все твое, да И ты не можешь тоже Вариантов нет, понимаете Дайте мне на другой прямой кишку Нет вариантов, понимаете Вот дали тебе Вот живи с тем, что Бог дал все Живи, это твое Не хотим Хотим только счастья Означает неграмотность просто и все Это Атхиатмика Это значит, что твоя карма действует через душу других людей А есть еще Атхидаевика Вообще, ну, как бы жесть Атхидаевика означает война Ну, то есть, если свыше что-то приходит, понимаете Вообще, как бы я не рожался в войну Я не хотел никакой войны Ну, и зачем мне нужна война Понимаете, она приходит, нас не спрашивает вообще Нашу жизнь И приходится страдать В военные годы люди жили И сейчас живут некоторые Страшная вещь Я в Красноярске, когда прилетел Меня повезли в баню Потому что, когда пять часов на самолете летишь То от вибраций Организм не способен на тяжелый труд Какой-то психические лекции читать А вибрации уходят с помощью энергии тепла и воды И когда парная, вот, речка там И в этой бане я восстанавливаюсь И легче потом дальше функционировать Чтобы вы знали, когда вы перелетаете куда-то Сразу надо водичку у себя на часик поместить И вода забирает вибрации Особенно горячий и холодный Горячий и холодный Ну, я вот поехал в баню Вот И когда я приехал в баню Там в бане Я увидел банчик нас встретил Банчик Такой хороший мужчина Добрый Но я смотрю на него Глаза ему И вижу То, что потихоньку нам приходится видеть То, что потихоньку нам приходится видеть Скоро придется видеть в нашей жизни Потихонечку Всем Одному, второму, третьему Это печать войны Печать войны Понимаете? Я увидел ее в глазах Она печать волны Войны делает человека простым Добрым Сострадательным Мягким Сердечным Понимаете, да? Война, она людей очищает И вот потом так оказалось Что он Три месяца Как только в Красноярске До этого был в Донецке жил Вот И Мы не выбираем Это, мои хорошие Вот приходит время И такая жизнь наступает Что приходится все бросить И ехать непонятно куда И там непонятно вообще Как ты будешь жить Это так действует судьба Это не то, что не повезло Понимаете? А теперь правильный ответ Вот Это все происходит Закономерно в нашей жизни Этот мир соткан Только из одной закономерности Здесь нет и тени несправедливости Все соткано из одной лишь правды Просто мы эту закономерность Эти не видим и не понимаем Но есть священные писания Которые об этом говорят Итак, какова карма семьи Определяется на пике страданий Это объем работы Вот у нас Произошли какие-то события И вот когда эти события На максимум Когда меня вот трясет Всего колбасит Это и есть объем работы Он всплывает Вот на максимуме страданий И весь этот работа Объем работы Перерабатывается Только двумя способами И двумя способами Также увеличивается Первый способ переработки Самый главный Это Тогда, когда еще все спят Надо сесть Сконтактировать со святостью Потому что святость Святые люди Святые места Господь Святое имя Бога Останки святых людей Все это сжигает карму Что значит сжигает карму? А это значит Будет Хорошо Сжигает карму Означает Вот эти страдания Которые должны быть Они уменьшаются Приведу пример Один молодой человек Очень Это было буквально Лет сорок назад Один молодой человек Очень Серьезно служил Своему наставнику Духовному учителю И он был такой Святой Очень сострадательный Он сейчас такой Только он уже не на земле Он посмотрел на него Перед своим уходом Так незадолго И говорит ему Ты пожалуйста Должен Ближайшие лет Пятнадцать Очень Очень много Кушать И стать Толстым Очень толстым Человеком Тот Тот Он был такой Красивый Стройный Он говорит Я не понимаю Вашего наставления Он говорит И не поймешь Пока не придет время Просто сделай то Что я тебе сказал А тот был Очень верным Вот верным Настоящим учеником И он начал Есть Есть И чувство Долго Не потому что Он хотел объедаться И чувство Долго Начал есть И стал Толстым Очень Но при этом Он был такой же Как и раньше Жизнерадостный Там Занимался духовной практикой Он вообще Как жил монах Этот человек Вот И в один Прекрасный день Он заходил В один подъезд И Просто маньяк Какой-то Он его схватил За голову И перерезал ему Горло Вот так вот И все И как бы И забрал все Что у него есть И ушел Вот И он перерезал Только жир А потом Ему зашили шею И все Он понял Надо худеть Все Как бы Событие прошло Так он отработал Карму Видите Событие произошло Шея была Перерезана Но Жизнь Осталась Жизнь Может остаться Или может уйти Семья может Сохраниться Или нет Все это Зависит от того Какую силу Мы вложили Для преодоления Этой трудности Бывают горки Судьбы Нескольких Вариантов Бывает горка Которую я могу Перейти Своими силами Просто иду 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 По жизни Стал тяжелее 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 И полегче Полегче Для этого Не надо Никаких Особых усилий И люди Надеются Только на это В жизни Они вот Живут Только этим Это называется Легкая карма Или преодолимая Своими силами Второй вид Кармы Это когда Иду 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 Уже Я не могу Сам Идти Мне нужно Чтобы кто-то Меня повел Дальше Понимаете Это нужен Наставник Старший Какой-то Человек Может быть Друг Какой-то Старший Не знаю Советники Какие-то Консультанты Но кто-то Должен мне Давать знания Как дальше Жить Я не могу Мне тяжело Очень От меня Уходит близкий Человек У меня Работа Теряется С начальником Нет возможности Восстановить отношения Нужны Какие-то Знакомые Чтоб что-то Сказали Ему И так далее Но я не могу Своими силами Решить ситуацию Мне нужна Помощь Большинство Людей Даже не понимают Что через помощь Можно решать Ситуацию Все хотят Только сами Все решать Помощь Означает Друзья А у людей В страсти Нет друзей Друзья Означает Что человек Добровольно Хочет тебе Помочь Не за деньги Не за связи А добровольно Просто Просто из любви Это уже благость Это не страсть Это когда люди Верят друг в друга Они соратниками Являются У них такое Так действует Сердце И тогда Судьба Начинает преодолеваться Уже по-другому С помощью людей Это в средней Тяжести Карма Есть еще Тяжелая карма Друзья В ней не могут Помочь Был такой Священник Под Донецком Я был В этом Монастыре Его звали Зосима И Интересная Личность Он уже Ушел из мира Но он Знаете Чему Жизнь Посвящал Он Молился За людей За их Здоровье Ну просто Человек болеет Неизлечим Заболевание Берет и молится За него Пока тот Не вылечится День Два Три Четыре Неделю И больше Ну как бы Ничего не делает Только молится За этого человека И все Думает о Боге И вспоминает Этого человека Думает о Боге И вспоминает Этого человека И вот этот Он делает Вот эту связь Между Богом И этой личностью И так он молился Одна женщина пришла Говорит Помогите У меня Ребенок От Заболевания Тяжелого Легких Умирает И он начал молиться Молиться Ребенок Вылечился Но интересно Знать Элемент Такой биографии Этого человека Что у него было Заболевание Ну то есть Рожистое Воспаление Ног И оно было Такой тяжелой Степени Что у него Сияет Понимаете Он просто радостный Человек Он постоянно Светится Счастьем Заботится О других Не думает О себе И так вот Он жил Из года в год Вот так вот Служил всем Все Кто рядом Это может быть Преодолима Это тяжелая Карма И бывает Непреодолимая Карма Она нужна Для того Чтобы поставить Точку В нашей жизни Она нужна Каждому Человеку Каждый человек Уйдет из мира Обязательно Непреодолимая Карма Нужна Для того Чтобы поставить Точку Но иногда Человек Ставит точку И тяжелой Кармы И средней Тяжести Кармы Почему Потому что Лень Работать над собой Понимаете Эта лень Означает Неразвитость Души